Подводим итоги 11 тура премьеры Лиги. Кто выиграл в матче Ливерпуля и Манчестера Сити? У кого лучшая серия в чемпионате? Кто лидирует в таблице? Как завершилась испанская классика? И как выглядят таблицы других чемпионатов? Остановила Стивена Джерарда, проиграла Челси 0-2. Дважды ворота хозяев поразил Маунт. Как обыграть Челси, если они не уступают? 6 последних игр, 5 побед и ничья за Альцбургом. Лидс Юнайтед плохо сыграл с Арсеналом 0-1. В этом сезоне у Арсенала все получается. По крайней мере команда перед игрой Сити имеет 6 побед. МЮ не сумел выиграть у Ньюкасла 0-0, который не уступает 6 игр. Сами же манкунямцы готовятся к играм с Тоттенхэмом, Челси и Шерифом. Как вы думаете, победят? Саутгемптон и Вестхэм расписали ничью 1-1. Бедный Саутгемптон взял первое очко в 5 матчах. У Вестхэма беспроигрышная серия, состоящая из 4 побед и ничьи. Ливерпуль второй раз в сезоне обыграл Манчестер Сити 1-0. 30 июля Красные взяли Суперкубок 3-1. Я не буду говорить, что это 175-я встреча в истории, это никому не интересно. Лучше скажу, что за последние 2 года у Ливерпуля 3 победы, у Сити 1 и 3 матча закончились в ничью. Брэнфорд в субботу обыграл Брайтон 2-0, что является первой победой за 6 недель. Дубль забил английский нападающий Айвен Тоуни. На его счету 8 голов в сезоне. Лестер и Кристал Пелес нанесли 22 удара по воротам, но голов не забили 0-0. У Лестера в 10 играх 7 поражений. Но есть радостная новость для Лиз. Они не проигрывают в 7 очной игре. Проще говоря, 3,5 сезона. Фуллхэм сыграл в ничью с соседом по центральной части таблицы Бормутом 2-2. Первый гол был забит на второй минуте. Бормут 6 игр не проигрывает. Вулверхэмптон прервал 3 поражения и победил несчастный Ноттингем Форест 1-0. Гол забил Рубен Невеш. Один из шести португальцев, вышедших в старте. Ноттингем с августа не может выиграть 7 встреч. Тоттенхэм Эвертон Кейн забил 5 голов за 6 игр. Его клуб четвертую игру не проигрывает. Вспомним, что в последней игре эти команд, которая прошла в марте. Шпоры победили 5-0. Кейн забил тогда 3 мяча. Расписание следующего тура, который будет разбит на 3 дня с 18 по 20 октября. Брайтон Ноттингем. Кристал Пелес Вулверхэмптон. Бормут Саутгемптон. Арсенал Манчестер Сити. Брэнфорд Челси. Ньюкасл Эвертон. Ливерпуль Вестхэм. Манчестер Юнайтед. Тоттенхэм. Фулхэм Останвилла. Лестер Лидц. Бомбардиры и ассистенты. Холланд имеет 15 голов. Дебрюй Недал 9 пасов. Посмотрим турнирную таблицу Англии и других чемпионатов. Арсенал на 4 очка опережает Манчестер Сити и Тоттенхэм. Челси набирает 19 баллов. Эмью на 5 месте. Ливерпуль поднялся на 8 строчку. Саутгемптон. Лестер. Ноттингем занимают 3 последних места. Ньюкасл пропустил меньше всех голов. 9. Манчестер Сити больше всех голов. 33. В Италии Наполи сохранил первое место. На 2 очка отстает Аталанта. Лацо Удинеза на третьем. Милан 5. Арнаутович и Мобили Влахович забили 6 мячей. Белинкович Савич отдал 7 передач. В Германии у него на первом месте. Фрайбург к этой минуте второй. Хофенхайм и Айнтракт делят третье место. Баруся Доркмунд 5. Бавария еще не сыграла. Ее ждет матч с Фрайбургом. Фулкрук из Вердера забил 8 голов. Коло Муани из Айнтракта имеет 5 пасов. В Испании Реал в Эль Классико победил Барселону 3-1. Напомню, каталонцы до этого матча пропустили всего лишь один мяч. Атлетика и Реал Сосъедат делят третье место. Ливандовский забил 9 голов. Мерина из Реал Сосъедата отдал 4 передачи. Во Франции пассажир Илариан на первой строчке, но в Парижане свой матч еще не провели. Чуть ниже. Ланс, Марсель, Рен, Монако. Канадец Дэвид забил 9 голов. Месси и Неймар имеют по 7 пасов. Ставьте класс. Буду рад любому комментарию. Услышимся на спортивном.